Всех приветствую на канале Мир Евгения. Как вы уже догадались, я зовут Евгений. Подписываемся на канал, ставим лайки, делаем репосты. Ну а сегодня мы вот едем поедем в Меликон, в сторону Ростова. Но в Ростов мы сегодня не поедем, это далеко. Мне еще пока хватило поездки в Луганск, отхожу. Ну, сегодня мы едем на рыбалку, в дневную рыбалку. На ночь пока не хочу, потому что клев непонятный. Едем в тот же район, в Гичинск. По трате получается туда ближе, чтобы не объезжать. Ну, в общем, друзья, посмотрим. Дорога, дорога, дорога. И будем отвлекаться. Гляньте по правой стороне, какие красивые поляно-солнечники. Вообще просто супер. Мы отъезжаем на Браганск. Тут магазинчик на мере большой. Обычно здесь много машин стоит. Заезжают сюда, передоходят, где-то на моря едут, останавливаются. Хотя там дальше в Хамнице можно заехать. Там по пути много комплейшек. А вот это чудесное место на горе, где я в прошлый раз говорил, что коптера не хватает. И с пацака надо сделать гигантскую селфи-палку или монопод. Видите, сейчас мы будем постепенно вниз, вниз туда в лес спускаться. И где-то там будем ловить. Ну, надеюсь, что места будут. Тут ехал мимо рыбных мест, машин не было. Ну, видать, потому что плохо ловится рыбка. А с той стороны, видите, берег тоже сверху высота. А снизу вон есть низинка такая. И тоже есть места неплохие. Я решил попробовать другое место заехать. Видите, тут как террикон прямо на другой стороне. Да нет, здесь более узенький, узенький. На той стороне вообще мест нет. Видите? А там с правой стороны хоботок. А он, кстати, вдалеке, не знаю, видно или нет. Гляньте, бутылки стоят, видимо. Или жерлицы на щуку. Или стоят, может, на сазанчика, что-то такое. Здесь место такое довольно-таки широкое, но обрывистое. Ну, будем пробовать. Здесь в прошлый раз я приезжал, занято было. Но здесь, видите, что классно, что здесь, в принципе, можно вдвоем, втроем ловить такое широкое длинное место. Ох, сегодня вроде хоть не так жарко. Но пить хочется. Варил я каши, дорогие мои. Вон, видите, по лужам ездил. Ноги надо будет скупаться, а потом сейчас забросимся помыть. Наварил я каши. Короче, тут кукурузная, по-моему. Или переловая, я не помню, с пшеничной. Ну, короче, какая была. Пшенки не было. Так, будем сейчас добавлять в нее прикормку. Так, Миронов лесь. Понемножку добавим для запаха. Так, и Миронов мед еще у меня. Каши много наварил. И где-то у меня тут еще, вон, с пятерочки ванилин. Семечку в этот раз не молол, поленился. Вообще на рыбалку так спонтанно собрался. Потому что дела тут есть всякие. И плюс еще придется опять в Луганск ехать. Или во вторник. Сегодня у нас воскресенье. Или во вторник, короче, придется ехать. Или в среду, не знаю. И назад четверг, пятницу. Короче, у меня весь отпуск в разъездах. Ну, теперь сейчас перемешаем это все дело. О, чек из пятерочки. Размешаем сейчас это все дело. Кашу я валю в мотиварке. Включаю режим или каша, или молочная каша. Она за полчаса готова. Потом чуть-чуть еще она у меня стоит. Ну, как выключу, так сказать, на подогреве. И доходит. Воды лью, наверное, один к одному. В последнее время, знаете, как плохо, то готовят. На два пальца выше, чем с засыпанной кашей. Не промываю, ничего. Прямо так вот лью из-под крана. Так, ну, вроде перемешалось. Вроде лепится неплохо. Сегодня, кстати, он взял... Еще вот у меня пробки были. В общем, хочу их и на пробку попробовать половить. Но надо будет переделать еще снасть, пока не знаю. В общем, будем пробовать. Один поставлю на пробки, на пружинки. Будем, короче, на все пробовать. Сейчас буду закармливать. Буду стараться кидать все в одно место. Сегодня взял всего 4 спиннинга. Короче, одно место буду кормить и кидать. О, видите, кстати, кто-то плещется. Набираем ракету. Все-таки ракету надо использовать не очень большую. Большую кидать хреново. Вот маленькая лучше всего. Лучше лишний раз потом ее закинуть. Даже не знаю, как, что здесь кидать. Да, наверное, будем вот так вот прямо чуть-чуть правее кидать. Течение какое-то есть, но надеюсь, что не сильное. Тут постоянно оно меняется. Ну вот как-то так будем кидать. Днем хорошо видно, куда ты хоть кидаешь. Наверное, надо чуть правее кидать, потому что каша не такая тяжелая. Как грузики. Грузики быстрее, наверное, будут падать. Ну, будем петь, но делает такое. В общем, посмотрим. Ну, а в этот раз чуть дальше кинул. Сейчас штук пять закинем. Шесть. И будем тогда уже закидывать пружинки наши, а потом еще пробочки сделаем. Хорошо пошла в ту же точку. Первый заброс. Забрасываем пружинку. Воздушное тесто и червячка. Ну, и все закрываем сверху опарышем. Попробуем кинуть туда же. Ну да, где-то туда же мы и кинули. Плюс-минус. Сейчас посмотрим, что у нас с течением. Ну, вот упало на дно. Сейчас чуть-чуть подмотаем. Ну, грузик маленький, 50 грамм. Вроде особо не сносит. Отлично. Будем закидываться дальше и ждать поклевочек. Кстати, вот это хоботок виден. А мы, получается, в прошлый раз были там вот за поворотом. Видите, там он широкий, а здесь узкий. Но, по идее, там, где он уже, он должен быть здесь глубже. В камере на голове поклевок пока нет. Тишина. Вон, птичка какая-то летит. Не пойму, цапли или кто-то. Или орел. Ну, что-то крупное вон под тем берегом. Петерок небольшой. А мы идем купаться. Здесь тоже, наверное, чуть от берега отойдешь. И сразу глубоко будет. Видите, тут, кстати, кто-то даже прям бревнышки, эти пенечки в воду подзакидывал. Кстати, здесь, по идее, должны быть, я думаю, и раки. Так. Шлепки снимем. Ух. Ну, здесь сверху вроде такой песочек. Вроде не сильно грязно. Ну, вот, чуть я отхожу от берега и уже мне по поясу. Здесь, кстати, вот и травка по над берегом растет. Видите, он. Трава в воде. Поэтому здесь по над берегом тоже, по идее, на поплавок. И туда под камышики можно что-то ловить. Ух, сразу ямка идет. Ух-ху-ху-ху. Вот, друзья, гляньте, я... Сколько я тут отошел, вот, мне уже по шею течения практически нету. Хоботок. Да, здесь и раки, по идее, должны быть. Сбоку. Вот такое вот место. Кстати, вода теплая-теплая, хорошая. Хоть и Илья вроде был. А вода хорошая. Ну, еще теплая погода стоит, наверное. Поэтому... Будем возвращаться назад. Не жарко, хорошо. Будем рыбку ловить, если кажется, она будет ловиться. О, первая моторная лодка плывет. Сегодня еще не было. Едут и пиво плывут. Вот шикарно. Ух, какая крутая моторка. Несется на всех парах. Погляньте. Красота. Да, лодка это круто. Ну, сюда, в принципе, можно, да, от Каменска сюда на лодке доплыть. Без проблем. Ну, что, где-нибудь вот там вот под кустиками, наверное, закормиться. Или наоборот, фарватер стать. Ну, для лодки, конечно, нужен и холод. Обязательно. Он и так по-хорошему нужен. Вот эти, которые цепляются. Я когда-то мечтал, мечтал, но так и не купил. Когда-то и кораблик хотел, я помню. Ну, кораблик, кстати, более реальная мечта. Может, на следующий год посмотрим, подумай. Единственное, что его... Он место будет занимать, вести. Куда-то его на велосипеде ложить надо. Это да. А так, конечно, штука прикольная. В одно место. Едешь, кормишь, кидаешь. Да. Тема, конечно. Два часа дня. Солнышко светит, но уже не такая жарища. Тут меня вот и тополь такого скрывает от жары. Вот, на реке тишина. Вообще, поклевок никаких абсолютно нету. Уже несколько раз кормил. Кашем все равно много раз. Много... Много раз. Много каши, короче, я наварил. Вот. Ну, ничего. Сейчас Саня уже друг здесь едет где-то. Он с ночевкой здесь останется. Если что, накормлю ему здесь. Может, она к вечеру или ночью будет клевать. Она ж не может постоянно вообще не ловиться. Видимо, погода, давление что-то влияет на рыбу. Что она не ходит. Тяжело сказать с этими перепадами, с дождями. Оно всегда так. Ну, пока тихо. Ну, будем ждать. Сейчас вот он должен по этой дороге сверху приехать. В любом случае приедет, хоть место посмотрит. Ну, места здесь хорошие. Но когда рыба ловится, здесь, конечно, место хрен займешь. Приезжали тут купаться, отдыхать тоже люди. И оказывается, они, ну, наверное, с Дичинска откуда-то. И что-то они тут разговаривали. Ну, говорит, здесь плохо купаться. Говорит, поедем дальше. Это ж мы, говорит, здесь когда-то делали, пилили. Видите? Ну, то есть люди специально делали. Сюда заезжали. Пилами пилили вот эти большие деревья. Ну, и расчищали все это. Сделали вот такое чудесное место. Друзья мои, первая поклевка. Я дождался. Саня, он уже приехал на машине. Саня, как кидал? Мотает вообще, обалдеть. Так, ну что, друзья, тянем, тянем. Вытянуть не можем. Вроде пошло. Сейчас вот для берега чуть сопротивляется. Не, мотает классно. Мне понравилось. Напротив маяка я купил. Ты не пойму, где тут у меня. Ага, надо. Да, сейчас если. Карасик, наверное. Не знаю. Зараза, под камыш тянет. Ну, куда же? Ты никогда так не тянула. Это прям под камыш собака. О, уходит. Ну, что-то интересное. Может, сазанчик? О, сазанчик. Или карасик крупный. Подожди. Я не определю. Зараза, блестит, ни хера не вижу. Гибрид. По-моему, гибрид. Опа. Вот такой хороший гибридосик. Так, сейчас мы, наверное, отмотаем. О, шикарный. Да. Сейчас я. Первый карасик и такой хороший, прямо и потянул. Глянь, какой лапы. Ну, уже съездил не зря, уже. 200 метров лески. Наверное, с полкило, да, Саня? Сейчас мы. Садочек вода. Адреналинчик. Приятно потянул. Вот так, друзья мои, будем ждать, будем ждать. Так, друзья, уже вот поклевочка. На второй. Вот единственное, я не глянул, на каком, слышишь, крючке было. У меня там был червяк и опарыш. Так, ну подзвякала и замолчала. Ну, дай бог, слышишь, может сейчас хоть на мою закиданную в большом количестве кашу, наконец-то. Да не просто ж так я ее кидал столько. А ракетой никогда не пользовался, да? Да это я вот послушал, ты знаешь, люди говорят вообще вот так вот, чтоб сазанчика или еще что-то. Не, лучше лодку, конечно. Понял? Завезли, грубо говоря, по... У меня лодка есть. В Донецке, да? Нет, я здесь купил. Уже купил, так а чё ж ты не берешь? Жека, ну вот будет у меня, когда побольше времени, чуть-чуть. Понятно. Кто-то у нас тут дергает. Да у меня, наверное, где воду 2000 же. Это было в том году. Кто-то дергает. Не знаю, сейчас посмотрим внизу. Правда, у меня тут перецеп сейчас будет. Надо их все-таки дистанцировать. сейчас буду кидать дальше потому что но это песец там уже густера подошла куда сидит гости раунд сидит да ну такая не нужно нормально уже или подлещики ну посмотри он от черными половниками я не знаю сейчас я покажу это мне кажется еще другие плавники во первых он как-то есть дело в том что не он дело в том что вытяну ты понимаешь подлечь более круглый что ли я не знаю ну что же четыре часа пока затишье солнышко уже сюда перешло жарко но он терна нарвали тут такие заросли терна терен вкусный вкусную я никогда не знал оказывается терен это дикая слива но узнаете на вкус напоминают от спелы терен что-то среднее между вишней и сливой вот они я ем а вот это есть нельзя это какая-то я да то наверное этот бузина скорее всего из нее настойки какие-то делают по-моему а вот что тут у нас еще растет боярышник по-моему да боярышник вот растет а так вот у нас тополя здесь большие а это вот вяз или берест говорят дубовая балка там дальше дубы дубы не дубов то тут не так-то и много муж там у них дальше больше сегодня он тоже закидывается сейчас хочет живца половить и на хищника поставить взял если он там там ну вот у меня вот так вот несколько раз было как потянет как потянет то что добых поиграл поснялку вот у меня вот так уговорить как раз сидит дома а сидит ну давай большой мы может сладу тоже такой с ладошку чуть больше этот густера сейчас зайду так то он сейчас подлещик вообще не сопротивляется о слушай хороший хороший а тянул как ну не гигантский но уже уже поинтереснее ну ты видишь он он непредсказуемо на тесто увижу и уже цеплялся небольшой но уже приятно так у меня надкусивает а у сани что-то клюет сейчас две поклевки было то ли червя то ли шо на тянет непонятно шо там то подлещик по моему на поле вот эти плавники смотри черные черные не вот видишь он какой-то такой более горбатый ничего видишь как она хрен на кого да может может ну ты видишь я он сколько кормлю у меня он дернет и и и и не берет дернет и не берет уже пять часов из-за дня или вечера периодически чуть-чуть подергивает червяка поснимал что-то через стоит толку от него нет поставил везде воздушное тесто поставил у меня там слива еще было воздушное тесто ну и медовое у сани вот все одна клюет и все на медовое воздушное тесто правда кстати о у него он насмотрелся там в интернете короче купил ведро кукурузы сварил его и на мясорубке перемолол и гляньте кстати как она хорошо лепится говорит два ковшика горит ну ковшик я не знаю сколько там литр ведро получается 300 рублей 12 литровая большой саня поклевка ё-моё надо подсак брать вытаскивать сейчас свой возьму пошел он звонить брату что-то брат звонила у него здесь связь не ловит придется вытягивать него подсак короткий вот одна и та же клюет постоянно и все да ничего не чувствую не ну что-то сидит но под берегом начала что-то сопротивляться у карасик сани попался оба хороший тоже лапать красавчик какой увидели уже отцепился ну по моему чуть чуть поменьше чем мой но тоже хороший на ему брат позвонил с днр из донецка а у него билайн здесь внизу не ловит конечно он так низко его поставил садочек у него маленький коротенький тут пока спустишься можно и рыбу упустить ну вот такая вот рыбалочка видите под вечер что-то начинает вот на кукурузку и вот у него такой уж точно вот воздушное тесто медовое что у него банка сильно я руки мокрые сейчас перри закинем пока он ходит бродит так кто-то дергается там ну вот она выйдешь тут бывают такие поклевки шуих и не видно так ну шо вроде кто-то сопротивляется но не вижу на солнце ничего но он с ладошку такой нет суши но он даже такой он когда клюет один за одним понимаешь он просто как-то слабенько берет солнышко потихонечку садится мы поплыли плавать водичка вообще царская просто классная обалденная еще классно что у нас шлюзы закрыты течение вообще просто нету но есть но совсем небольшое в этом плане здесь конечно плавать купаться хорошо все хорошего понемножку будем выбирать нам звоночек ой ну что-то вроде дергается хоть дергаешься в конвульсиях саня вот только что определил что яма ближе к нам дальше кинул там мелко короче надо кидать надо кидать ближе к нам чтоб тебя неуклюжий я кто там у нас ну наверно подлещик скорее всего паша карась бы сопротивлялся этот идет как-то так непонятно на подлещик небольшой с темными плавничками то вообще такой какой-то неактивный ты знаешь идет нет здесь он есть только он не клюет нихрена так и на шо ж ты взял или уже отцепился не не отцепился слышишь взял на сливу саня да вот иди сюда я тебе покажу вот смотри он глянь какой у него горб иди посмотри 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 нет они узкий какой то ли с карасями что вот это за рыба товарищи кто будет видео смотреть что вот это за рыба может кто-то знает или это просто подлещик такой красота плывет саню спросил сколько стоит горит лямов 10 еще у нас тут притормозили чтоб нам рыбку не распугать да да давайте гасите пусть под наш берег плывет короче мы саней выяснили что яма практически под нашим берегом сейчас перекидываюсь под берег груз где-то в два раза дольше падает то есть на середине там мельче получается метров 20 где-то от берега яма но где она вот начинается и заканчивается тяжело сказать сейчас поэтому все были сюда ближе перекинем потому что там мелочь обжирает вообще даже поклевки не видно просто вытаскиваешь через полчаса просто пустые крючки короче говоря ну сейчас ближе попробуем перекину сейчас посмотрим какой эффект по бабу буду уже до темная если сам был уже наверно бы собрался сани вдвоем уже по веселье спасибо что саня приехал на ряд был там станицы острова там горит вообще никого нету плохо ловится саня тоже он ближе стал кидать он просто кинул туда практически на середину а там вообще короче мелко мы задумались шутка не то да и честно говоря обычно не особо засекая у нас как бы везде здесь глубоко не просто там тоже куда мы кидали там все равно метра три-четыре глубина а сейчас вот видите совсем под берег так гляньте вот только упал он на дно то есть ну гораздо глубже здесь а там но здесь грубо говоря падает секунд пять а там падает секунды три наверно то здесь везде глубоко но где-то грубо говоря три метра где-то грубо говоря 68 я не знаю сколько здесь у русла фарватер вообще у нас глубина эхолот надо на или кораблик лучше кораблик с эхолотом бы вот это вообще тема товарищи перекинул перекинул под берег начала дергать все короче мутанты клещи пошли опять не чувствую либо ничего либо рыба газета и ничего они сидит рыба газета так он видите он и более длинный какой-то он вытянутый то есть он он не широкий такой как папа вещик он более вытянутый какой-то тут какая-то бешеная прям поклевка смыкала смыкала тут прямо может судачок газету взял да нет не чувствую ничего такого о хищник слышишь самое интересное саня знаешь что они чего успеваю перезакидывать что-то звенит то там то тут то что-то замолкала то ли сидит то ли удара еще от шона не шута дербанит наверно такой же сидит если сидит вот все возле берега вроде кто-то сидит небольшой на а вот саня слышишь другой посмотри толстый толстенький маленький видишь но толстенький это может у густера хрена его знает плавники светлее не густеры вроде красные короче какая тут какая-то тут рыба разная непонятная но возле берега гораздо лучше клюет а может просто под вечер хотя нет дальше стояли обжирала здесь прям дергает постоянно что-то подцепил на цевьё опарыша саня на цевьё понял ну что-то в даже немножко водит они небольшая просто она как-то слышишь за бок что ли зацепилась вот это вот херня короче саня так крючки пустые уже ударила ну где подлещик нормальная или хотя бы густера такая рам по 300 вроде кто-то потянул нужно тут одно уже воздушное тесто стоит тут уже не ничего нету можно не вытаскивает на жереха продолжает что-то долбить мелочь солнце уже почти села а он сидит не но это слышишь это именно на крючок взяла саня это крупняк не ну чё это уже крупнячок не ну чё таких вот с полсотни да и на жареху прожарить там и косточек нету кто-то тут долбит вовсю где мой лещ саня давай там колдуй чтоб лещ начал клевать ну чё тут сопротивляется большая не ну чуть крупней такая с ладошку нормально нормально но уже поинтересней так у сани какая-то поклевочка бежим с подсаком и бредос ой хороший ты куда это не подсак у тебя блять а он коробки какой-то то не но он убежать пытался ооо ну это хороший как у меня лапоть да ну на нижний этот боковой я уже одна осталась все по обрезал он блять да пизды эти боковые палатычки блять хороший на желтое всякого опарыша блять ну видишь у меня долбит так хорошо за губу я себе вот продолжаем мы ловить уже видите солнце вообще села так за горизонтом чуть-чуть светится так пока продолжает проклевывать такая некрупная рыбка с ладошку он опять вот такая вот видите ну чуть покрупнее опа и отцепилась не но эти уже нормальные ладошечные ну мелочевка вроде более-менее такая совсем мелкая успокоилась а то она вообще просто вы знаете била в пружину последнее время и прям цеплялась за эти все крючки уже за пустые голые крючки просто цеплялась то за спинку то за бачок кто-то у нас опять смыкает уже почти темно темно на хоботке вон видите свет включили ну а ну опять такой же ладошечный висит пока еще ладошечный не ушел спать ну такой не дохлые такие жирненькие те вот были дохлые а эти ничего нормальные каша закончилась хорошо что я взял прикормку которую я с кашей мешаю но она уже сейчас она получше видите не столь вымывается из каши но она конечно и дороже чем чем обычная каша что то саня решил поездить чем перепарковаться ну короче сейчас хоть клюет и берет рыбка не то что она знаете как совсем не берет что она поехал решил там стать чтоб света себе больше что ли ну знаете я думал что я уеду ну начало клевать поэтому посижу пока правда не вживавший ничего есть хочется но ничего мне полезно я толстый похудею будем забрасываться но все равно до утра конечно я не буду ну пока посижу пока чуть нормально не проскочит посидим сейчас сколько у нас уже пол девятого ну максимум до двенадцати наверное не больше до одиннадцати и будем выдвигаться потому что я просто потом замерзну ехать будет холодно а я в шлепках и в шортах ну видите а днем хреново ловилось а сейчас хоть начало что-то проклевываться но это может еще от погоды зависит он гляньте что творит я их поставил вертикально потому что неудобно было ну тоже дернула и затихла ну короче какое-то движение пошло комарики начали летать но я обшел сэвис абши кол съевис и и и и и и и и короче поклевочки поинтереснее стали пока ничего ветерок подул ветра уже давненько не было пока ставлю одно воздушное тесто пока не червя больше не опарыша ничего не ставлю потому что с опарыша мелочь вообще не дает сами ветерок поднялся внезапно кидаем также не очень далеко ну и под сам берег но чуть подальше какие-то птицы еще летают включила на велосипеде свет саня он перебрался туда пока я мелочевку таскаю сани что-то есть не что пацан нести несу пацан пока я таскаю ладошечных у александра что так повеселее клюет там у меня длиннее что такое прям там гигантская подлещик не а или гибериду там вроде покрупнее пошире кажется что подлещ сначала и все и все на одну да вот скажи вот у тебя в том же месте но тут буквально 10 метров до клюет гибрид а у меня клюет ладошечный ласки вот как я хуй знание но у меня была одна хорошая поклёвка понял но потянула под берег я под ну как короче сошло кто-то тут у нас гербанит уже сколько-то времени посмотрим кто там у нас уже стемнело полностью ничего не видно ну а ну это уже что-то папа не такой прям крупный но уже уже поинтереснее цену подлещичек такой уже поинтереснее но тоже слышишь горбатый и вытянутый саня и взял на червя слышишь так что можешь ставить червячков тоже кто-то тут звонит где-то у крайне о слышишь саня кстати мошкара начала появляться что-то как-то непонятно кто-то тут дергал так у меня здесь велосипед вот они все к велосипеду кто-то сидит он такой под подлец небольшой но поднимать не буду отваливается ой мошкара в залетает разговариваю общаюсь с подписчиками суши и опять на червяка саня да или нет не да на червяка ну ну видишь вот опять вот такой смотри ты горбатый и длинный это перри плите так а с кем уже он перевел синтет о слышишь вторую поклевка и леску опускает блин а тут она подсак освобождать там час опять что-то будет идем хоть и небольшой но боюсь поднимать потому что отрывается если бы берег был пологий то можно было бы вы волоком вывести так волоком и свете какой низ не выведешь может и покрупнее сейчас лечь пойдет они только подлещики но эти мелочевка начала с вечера клевать ближе к вечеру не такой ладошечный начал вечерком ловиться а уже ближе к ночи начали такие видите покрупнее уже полторы ладошки но туда глядишь ой мошкара прямо в уши залетает надо ее протравить так и далеко собрался ведь уже отсоединился и тоже опять вытянутый длинный такие с полторы ладошки сань пошли короче вот этот фонарик неплохой я просто знаю что искал фонарик чтобы был в боку понял потому что у нас камера по центру лба понял что по это я их не так много таких а на груди фонарик не так хорошо светит но я обычно два беру я просто что я не думал ночью сидеть буду поэтому я взял один что ты спать будешь не потом уже дома если клевать не будет так кто-то у нас тут балуется причем не звенит смотрю спиннинг шевелится вниз вверх то такой же полторы ладошки под лесчик сейчас мы его да на нижней ты знаешь все я не помню здесь червяк стоял или нет сейчас посмотрю я запас да сами на червя ну не очень крупный но над но он ну такой уже нормальный там еще дальше есть а вот эту которая стоит одна не длинная он лежит еще на шута шута смыкает ну смойка это такой же наверное ветерок опять поднялся а я-то на легкие а прохладно становится наверное такое же что-то да такой же сам они стандартные он идут небольшие все один в один идут вот эти вот горбатые и худые и длинные а этот взялся а этот взялся и пойму на нижний вроде сейчас посмотрю или нет они от слышишь этот на верхней на воздушное тесто а снизу не пойму то ли тут тесто тоже было снизу чё-то только опарыш наверно здесь тесто было наверно здесь червя не было дорогие мои ну что уже у нас где-то пол 11 такие небольшие проклёвывает периодически вот так обжирать перестала мошкара продолжает летать в периодически попадает не туда куда надо особенно вот как велосипеду сейчас подошел ну до 12 посижу крупного ничего так и нету интенсивного тоже такого крива нету ну мелочевка перестал конечно обжирать на червячка стала ловиться посижу температура 22 градуса вот единственно но это наверно возле реки все-таки там на асфальт выехать наверно должно быть потеплее конечно ехать назад будет прохладно ну до утра я конечно сидеть не буду потому что под утро будет еще холоднее да и так уже сколько просидел часов огни видите светятся тоже в этот раз красиво небо конечно наверное вряд ли что-то видно звезды но звездное небо очень красивая я вам фоточки поставлю цикады поют или что это сверчки не знаю у нас 2313 что-то поднялся сильный ухты поклевка поклевка в прямом эфире сейчас посмотрим то думаю уже собираться дело потому что поднялся ветер юго-западный и она вообще как-то клевать перестала тишина усани вообще тишина я вот это вытащила не знаю с полчаса назад такого где-то не знаю ну короче ветер какой-то непонятный по идее ночью у нас обычно ветра нету тепло ну как тепло по этой прохлада но ветра обычно ночью тишина обычно ветер ну днем а это вот что-то ночью ветер что он будет по прогнозу вроде дождей нету к чему ветер непонятно в любом случае сейчас в районе 12 может чуть раньше начну потихоньку собираться потому что клёво нету еще домой ехать так что вот как-то так давайте вытащим что-то тут дергала последний раз наверно сейчас выпили закинул ничего нету буду потихонечку собираться она еще видите температура по прохладнее стало 22 градуса а я-то совсем налегке ножевка ножевка чуток червя он подергала только и все так принципе все целое крайний заброс на сегодня сейчас буду потихоньку укладываться это знаешь наживка вроде более-менее целая саня за садком пришелся к себе туда переставит сейчас покажет нам рыбу что наловил тут ну знаете мне кажется пока ветра не было клев был лучше вот это поднялся ветер причем он как-то даже вечером вы знаете был порывами а сужена у тебя зато все красивые крупные она походить ну карасики такие суши вот это длинь какой краса и вот это тоже красавцы гибридосы уже уже не саня уже короче говоря не с пустыми руками уже приятно и вечером ветер был потом вроде утих потом опять начался в общем какая-то погода непонятная ну мне кажется вот как раз когда было тихо рыбка хорошо ловилась а вот поднялся ветер и затихло чем что-то с погодой у нас непонятно откуда идти ночные ветра саня говорит главное чтобы путью с дождем не додула я грида вроде не должно быть дождя хотя вот сейчас вот эсэмэски что-то вечером по ростовской области присылала да сейчас ради интереса открою посмотрю потому что там дождь прислали дорогие мои ну уже у нас без 10 12 буду все собираться ветер поднялся тишина может если бы клевала я бы еще бы посидел ветер то южный то юга западный скачет туда-сюда поклевок вообще практически не стало у саня вот проскочил последний у саня до утра будет сидеть он на машине ему хорошо а нам еще домой надо ехать легко одетом давайте посмотрим шума сегодня наловили ну чуть наловили не все гигантское конечно разная но засолочку пойдет принципе пейте десятка три разные у карасик прям хороший остальное видите такая я не знаю что это подлещик густера такая средний размер и на засолку пойдет она вот тут висит а я уже все попрятал я подергивала но очень маленько вот и заканчивается наша сегодняшняя рыбалка саша остается тут до утра сейчас поднялся ветер причем он меняется с юга западного на юго-восточный и южный вот так вот гуляет туда-сюда рыба практически перестала так вот проклевывать так ну вообще минимально причем поклевки перестали такие вялые слабые в общем непонятно что то с погодой обычно ночью ветра нету тихо но только если погода не меняется а тут вот такие дела ну 12 часов я буду выдвигаться домой саня пошел короче спать в общем ну что-то у нас сегодня получилось что-то не получилось ну хоть под вечер хоть не крупная рыбка но поклевала побегали позанимались в общем какое-то удовольствие получили надеюсь вам тоже понравилось так что подписываемся на канал пишем комментарии пальчики вверх ставим делимся с друзьями пишем советы пожелания там размышления все друзья всем крепкого здоровья мирного неба до новых встреч пока пока